Игровые ноутбуки прочно вошли в нашу жизнь. Конечно же многие спорят о том, нужны ли они, ведь консоли стоят дешевле, а ПК гибче в выборе комплектующих. Но один серьезный плюс у ноутов все-таки есть, они портативные, что позволяет нормально играть в любом месте, где есть розетка. В сегодняшней подборке мы поговорим о выборе игровых ноутбуков от самых простых, едва тянущих современные игры в HD, до ультрамощных, вполне справляющихся и с 4К разрешением. Начнем мы естественно с базового варианта, и это игровые ноутбуки от 30 до 40 тысяч рублей. За эти деньги максимум это 4 ядерные Core i5-8250U, 6 гигов оперативки и видеокарта Nvidia MX150, которая является полным аналогом GT 1030. Так что естественно ждать от нее многого не стоит, хотя тот же тяжелый Assassin's Creed Odyssey вполне играбелен на MX150 при HD разрешении. В районе 40 стабильных кадров мы получаем железно, и это в принципе неплохо. Конечно многие скажут, что это совершенно не дело, и играть в HD на минимальных настройках как-то не камильфо, ведь за эти же деньги можно собрать ПК для комфортной игры даже при Full HD. Или же например взять вполне себе хорошую консоль. Но, как я уже говорил, ноутбуки берут мобильность. Более простые проекты типа GTA V неплохо идут на средних настройках в Full HD. А мультиплеерные игрушки типа Dota 2 или же CSGO вовсе способны порадовать нас сотней кадров в секунду. Пример подходящего ноутбука Lenovo IdeaPad 320-15. Он полностью соответствует изначально заявленным характеристикам. Это Core i5-8250U с 6 гигами оперативки и видюхой GeForce MX-150. Да, за эти деньги вы можете найти варианты с двухъядерными Core i3 и 8 гигами оперативки, но брать их не стоит, потому что процессор не апгрейдится, а вот оперативки всегда можно подкинуть. И прежде чем перейти к следующему ценовому сегменту, хотелось бы отметить, мы предлагаем сертифицированные ноутбуки из официальных магазинов. И никто не спорит, что можно найти варианты дешевле, например, на Алиэкспресс или же Авито. И возможно, когда-нибудь эти темы мы тоже затронем, но прямо сейчас речь пойдет только про новые и сертифицированные ноутбуки. С минимумом рисков и без проблем с гарантией. А также напомню, если вдруг вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видеоролики. Теперь можно выбрать базовый игровой ноутбук в ценовом промежутке от 50 до 60 тысяч рублей. И за эти деньги лучший выбор это 4-ядерные Core i5-8300H, 8 гигов оперативной памяти и GTX 1050 Ti. Однако, если хочется сэкономить, можно взять более простой Core i5-7300HQ без поддержки гиперпоточности и с обычной 1050 без Ti. В целом, обе конфигурации способны обеспечить плавную игру при Full HD разрешении как минимум на средних настройках графики. Даже в тяжелом и неоптимизированном Assassin's Creed Odyssey, который мы сегодня и будем использовать как мерило производительности, на 1050 Ti вполне можно играть даже на высоких настройках графики. Разумеется, обычная 1050 будет слабее процентов на 15-20, но все еще на средних настройках поиграть получится. Хороший выбор за такие деньги Asus TUF Gaming FX504GE. Он полностью соответствует нашей максимальной комплектации, то есть i5-8300H вместе с GTX 1050 Ti. И все это в среднем за 55 тысяч рублей. А вот примерно на 5-6 тысяч дешевле можно найти базовую комплектацию с 7300HQ и обычной 1050, что опять же в целом неплохо. Брать варианты с 16 гигами оперативки смысла нет. Это перебор для такой системы, да и вдруг если потребуется, то всегда можно докупить еще одну планку на 8 гигабайт, что намного дешевле, нежели варианты от производителя. Также имеет смысл отказаться от твердотельного накопителя или же SSD. В играх ни на что, кроме как на время загрузки, он толком не повлияет, а вот в стоимости существенно прибавит. Поэтому в начале мы ищем варианты только с жестким диском, а со временем, если нужно, ставим SSD. А также перед покупкой обязательно стоит ознакомиться с нашим видеороликом, где мы рассказываем про главные ошибки при покупке игрового ноутбука. Далее идет сегмент среднеуровневых игровых ноутбуков, стоимость которых начинается от 65 тысяч рублей и заканчивается на 100. В долларах это выглядит понятнее, от штуки до полторушки. Как вы видите, разброс в цене достаточно большой, целых 35 тысяч рублей или же 500 долларов. Обусловлено это большим разнообразием процессоров, объемов оперативной памяти, накопителей и разрешения экранов. Но находится все в одном сегменте, потому что видеокарта здесь по сути одна. Это GTX 1060 с тремя или же 6 гигабайтами видеопамяти. То есть сегмент вроде бы один, а вот набор комплектующих разный. Но при этом в играх вы получите почти одно и то же. Обсимальный выбор процессора это 4 ядерные 8 поточные Core i5-8300H или же Core i7-7700HQ. Брать предыдущий Core i5-7300HQ без поддержки гиберпоточности стоит только в том случае, если вы хотите сильно экономить. Ибо этот процессор уже достаточно слаб по современным меркам и в большинстве игр с 1060 будет нагружен на 100%. С другой же стороны брать 6 ядерные Core i7-8750H и ему подобные тоже смысла мало. Они уже слишком мощны для такой видеокарты и вы лишь переплатите за лишнюю производительность. Думаю детально рассказывать о 1060 особо нет смысла. Она позволяет играть в современные AAA проекты на высоких и максимальных настройках графики без каких-либо проблем. В целом ее хватает даже для 1440p. Но лучше такой ноутбук все-таки подбирать под Full HD. Так как при 1440 на максимальных настройках вы будете получать в среднем 25-30 кадров. Это уже совсем не круто. А переплачивать за матрицу просто нет смысла. В случае с оперативкой оптимальный объем это 16 гигабайт. И внимательно следите за двухканальным режимом. Важно, чтобы изначально это были две различные планки. SSD также стоит брать. Да, за него вы немного переплатите, но с учетом цены ноутбука это уже не так глобально. Но если хотите сэкономить, то опять же отказываемся от твердотельного накопителя. Берем ноут лишь с жестким диском и уже потом добавляем SSD. Как по мне, максимально усредненный вариант ноутбука в данном ценовом сегменте это Acer Predator Helios 300. Он соответствует всему, о чем мы говорили ранее и явно оправдывает свою стоимость. Далее идут высокоуровневые игровые ноутбуки от 100 до 140 тысяч рублей. И здесь опять же большой разброс в цене изо всех комплектующих кроме видеокарты. Поэтому сегмент это один, а разброс большой. Так сказать, игровым сердцем данного ноутбука станет GTX 1070. Это в принципе очевидно. Чтобы на нее перейти, как раз и нужно переступить порог 100 тысяч рублей. И хватит ее для комфортного геймплея на максимальных настройках графики в абсолютно всех новинках, как и при Full HD, так и при 1440p. А вот для 4К уже маловато. Для желания можно даже взять ноутбук со 120 или же 144 герцовой матрицей. Что конечно же будет ощутимо при Full HD разрешении на 1070. Ведь она способна выдавать 100 FPS, если чуть-чуть похимичить с настройками графики. Поэтому разница с обычной 60 герцовой панелью конечно же будет заметна. Выбор по процессору очень прост. Это 6 ядерный Core i7-8750H. Все-таки 4 ядерных решений уже маловато для такой графики. И поэтому нужно акцентировать свое внимание на 6 ядерных процессах, желательно еще и с возможностью разгона. С оперативкой все в принципе просто. Примерно так же, как и в прошлом варианте. И от SSD тоже отказываться уже смысла нет. Ведь вы собираетесь потратить 2000 долларов на ноутбук. Очень неплохой вариант это MSI GT63 Titan 8RF. Полностью соответствующим всем нашим планам ноутбук за 122 тысячи рублей. И вот, наконец, последний на сегодня топовый сегмент. Где ноутбуки начинаются от 150 тысяч рублей и толком не имеют четкой верхней границы. Ведь есть варианты даже за 300, а то и 700 тысяч. Их объединяет по сути только одно. Это максимально топовая видеокарта GTX 1080. Одна или две VSLI. Причем следует понимать, что если вы берете второй вариант, то это не значит, что вы получите двухкратный прирост во всех играх. Скорее, он будет на уровне 30-40%. Так что следует трижды подумать, прежде чем брать ноутбук за 250 и более тысяч рублей с двойной графикой. В производительности 1080 это несколько избыточное решение для Full HD и оптимальное для 1440, а также неплохое под 4К. По процессору тоже выбор прост. Про какие-то четырехъядерные мы даже и не вспоминаем. Здесь есть смысл брать уже простой и проверенный Core i7-8750H, или же для двух видеокарт разгоняемый мобильный Core i9. С оперативкой все те же 16 гигабайт, однако тут работает уже обратное правило в стиле «горшочек не вари». Производители зачем-то добавляют 32 или даже 64 гигабайта оперативки, которые абсолютно не нужны для игр и переплачивать за них не стоит. С SSD-шкой тоже все более чем понятно. В принципе нет смысла смотреть на варианты более чем на 256 гигабайт. И в таком случае хороший вариант это MSI GT63 Titan 8RD. Его стоимость в районе 152 тысяч рублей, и это, можно сказать, идеальный вариант в данном ценовом сегменте. В итоге, как видите, игровой ноутбук есть на любой вкус и кошелек. От самых мультимедийных решений за 30-40 тысяч рублей, вплоть до игровых монстров за 150-200 тысяч. Удачи вам в выборе, всем спасибо и пока!